Теперь Ирина Александровна Савельевича. Тоже попалась мне эта фотография. Вот сейчас мы о ней в два слова буквально. Значит, можете полюбоваться на Ирина Александровна Савельевича, можете полюбоваться на плоды. Какой сорт, я не знаю. Как это не знаешь? Почему не знаешь? А потому что Курдюмов, сам Курдюмов объявил, что железо упразднил понятие сортов. Это фраза из его рта, из моего. Упразднил понятие сортов. Вы догадаетесь, что это? Почему постулат Железова? Вот. Только в смешанном саду аристократы и плебе рядом здоровые и жизнестойкие деревья. К чему я говорю? Сейчас, я еще надеюсь на то, что может кто-то где-то там еще 10-20, я уже не говорю 20 тысяч, а просто 20 человек, которые бы это послушали, первое в жизни. И они бы узнали, что только там, где перемешанный сад и где опыляют друг друга, мы не про потомство, а прямом случае опыляют друг друга, и получается так, что в целом сад становится крепче. Просто крепче. Почему? Аристократы и плебе рядом. Вот. Дело в том, что, если нет, на людей переходить не будем. Все. Я уже залегся. И так только по растениям. И там тоже есть аристократы. О, абрикосы. И с плебе. И вот. Значит, когда они рядом, сад здоровый. Просто здоровый. Я доказывал эти годы? Доказывал. Без единой капли яда, так, даже без полива, Без перекопки, так, без секатора, так. Почему? Потому что так сложилось. А когда сложилось, и оказалось, что сад не то, что не погибает, без этих, без опрыскиваний, без этих профилактических, без этих, без граблей, когда воруют из-под дерева, воруют лесу, его родную, его, предложить дереву не сметь. Нет, надо выгрести. А потом дуриваются, потому что надо же вечерний фильм снять. И вот уже чистая почва, уже выгребли все. Вот. Дерево обворовали. А теперь будем туда. Помните, это, звезда номер один в России. Ладно бы там какая-нибудь, это, 101-я там блогерша, о которой никто не знает. Это суперзвезда, сама себе. Плакат. Я звезда. И эта звезда берет вилы, прокалывает несколько раз. Устала, наверное, а людям гнушила, что они теперь на сотках на этих будут ходить, тыкать, тыкать. Я так прикинул, где-то 10 тысяч раз. Представили? Вот нахрена нам на такие специалисты? А получается, что я ничего не делаю, а сам только здоровее становится. Так? Почему? Я не просто говорю. Вот. Была какая-то самая... Купите фиалки, фиалки лесные. Помните, из старого фирма? Вот. И люди плачут, потому что она такая жалостливая женщина, ей нужны деньги. Купите фиалки. А я тоже самая. Купите косточки, хотите иметь здоровые, звездойкие деревья. Надо разные, разные. Обязательно, чтобы там манчжурцы были, сыновья манчжурцев. Вот. А то накупят это самое... Фотографии у меня же украли. Помните, я показал, сколько фотографий, когда набираешь абрикос Академик, абрикос Серафим, абрикос Королевский. А там же в лидерах-то мои фотографии. То есть я один из ведущих специалистов, получается, на планете. Ну, я так скромно. Потому что наука не знает, вдруг кто-то случайно зайдет и узнает, что Железов один из главных по качеству плодов. И получится следующее. Вы-то с помощью этих фотографий накупили по почте. Как правило, по ссылкам. Получайте. У меня есть фотография. Помните, такое дерьмо? И тогда что вы с этим дерьмом делаете? Посадили, выбросили. Все. А надо же... Даже если бы они не умерли, вот эти вот. Хотя умерли 100%. Ну, допустим, из ста один бы выжил. Все равно, но из ста крупноплотных. Заказали королевские баи, там эти академики. И вот 100 человек заказал, и одного осадженец выжил. Один, единственный сотник. Все равно рядом с ним надо посадить. Что? Банжурца. Только когда они в это поляят друг друга, только тогда и выживет этот плебей. Нет. Улучшится плебей, улучшится. И выживет аристократ. Но ведь это же, я пришел к этому не сразу. Вот. Еще раз. Кастунат Железова. Только в смешанном саду. Идем дальше. Смотрим, что тут у нас. Ну, примеры селекции по Железову. Значит, это сибирская штабовая вишня. Отводок. Сам вылез из забора. Его никто не просил. Не пропадать добро. Я уже на эту вишню привил скелет череши. Видите? Теперь, что мы имеем? Уже первое впечатление. Листья на черешне уменьшились в два раза. Но не замерзли. Это черешня. Я же, казалось бы, вообще в Сибири делать нечего. Но не замерзли. Почему? Мы на столько соответствующие получили. И некую дикость получили. Не зря же листья стали в два раза мельче. Да, черешня настоящая. Но листья в два раза мельче. Теперь, что мы ждем? Вот тут где-то у меня. Пару видно было ягодок. На ней ягоды есть. Зеленые сейчас покажу. Сейчас покажу. А вот в самом углу верхнем правом. Вот. И вон раз, два, три ягодки вижу. А там выше их еще штук с полсоти. Что я жду, когда на вишне в Сибирской штамповой, на якобы дикоре. А что будет? Правильно. Укрупняться ягоды полтора-два раза. Другое дело. Я каждый раз на этом останавливаюсь. А вот взять косточку, навести до плодоношения. И увидеть, что они сохранили качество. Уже черешни. Уже черешни. Пусть не каждое. Пусть по Менделю. Пусть хотя бы каждое четвертое. Если верить закону Менделя. Если верить, подчеркиваю. И тогда получается, что это очень интересная тема. Но мне уже это недоступно. Я тут недавно возмущался, когда один из моих, как бы, друзей, назовем. Ну, общаемся, общаемся. Иду к нам на целую программу. Вот то, что я сейчас говорю. Он мне сказал, а вы это сделаете. Ага, 74 года. Делайте вы. У меня есть косточки вишневые. Черешни вы несколько сортов. Гибрида вишни черешни. А еще черешни вишни Жуковской, еще вишни Владимирской. Тибирская штабовая. Делайте. Правда, он на меня, видимо, обиделся, когда я сказал, что делайте теперь вы. Для него так нормально, что железо на все способен. И до 100 лет жить я понял, то, что он способен. Вот, вы поняли, да? Вишний черешневый гибрид вегетативный обеспечен. Это я даже заранее знаю. Какие будут детали. И у меня есть одно свойство вот такое. Вот там вы видели, оно сейчас дерево калечивало, докалечивало. Вот эта дама, да? Вот. Эта дама, которая такая умная ученая, она докалечивала деревья на наших глазах. Избавляясь от муравьев, вот, за ним видели эти липку ленту, вот. Вы больше никогда не увидите. Дерево до конца сдохнет, и все. Ну, даже то, что я сейчас вижу. Вон они, метровые штамбы. Ну, несерьезно это. Вот. Такие деревья. Давайте тогда так. Меня вы помните. И запомните, вы напомните, скажите. Пройдет лето. А покажите нам, хотя бы визуально, какого размера стали плоды. Вот справа огромные деревья вишневые, с огромным урожаемым. Слева, слева. Вот тут вот. А тут, которая через забор перелезла. Мне, я обещал, плоды будут крупнее. А вы докажите. А вы покажите. Вот. То есть, у нас процесс бесконечный. Бесконечный. Это не вот это самое, когда это, когда это, дерево докалечат, а что дальше. А дальше ничего. Деньги-то она получит за этот самый, за яд. Что еще надо? Так. Ну, здесь вы видите. Я у меня есть... Я сделать фотографию, а потом не выдержал. Сделал отдельный фильм. То есть, я показывал, как формировать крону вот такую. Слева абрикос, посередке абрикос. Вот. И справа абрикос. Почему? Ну, есть отдельный фильм. Тогда получается, что я эту тему пропускаю. Вот. Вот посмотрели на нашу Александру Савельевич. Вот. Меня, знаете, что возмутило? Когда я это самое, открыл очередной, мне брат присылает такие вещи, да? Мне брат присылает такие вещи. И тут выясняется вот такая, вот такая интересная вещь. Якобы это, они взяли, вставили эту фотографию. Ну, естественно, сделала на моем саду, и человек это известный. Вот. Через день-два уже будет предзащита кандидатской диссертации. И они умудрились целую историю сочинить. Гибрид был выведен в одном из научно-исследовательских институтов. В каком? Это мой гибрид. Это действительно гибрид? После долгих исследований, экспериментов, в результате опыления соль-то пикантный. Представляете? О, враньё! Иврец пропал в 99-м году. А? Алена Александровна. Вот. В 99-м году в школу ходила. Ладно. Вы уже поняли. Врать так врать. Абрикосы в Сибири. Очередная статья. Я долго думала и решила попробовать. Выбор со 100. Выбор садов. У меня в саду много плодовых деревьев. В прошлом году посадила зимостейка сорта черешни. Вы представляете? В Сибири черешни. Уже с этого момента, я думаю, ой, кажется, нарвались опять на очередное это. Вот. Ой. Минус 47. Год особенный. Посматривая с кабрикосом. Решила попробовать. Заказала два сорта. То есть, сама не выращивала. Время есть. На местном форуме обсуждаю тему выращивания фруктов в Сибири. Но пока информации про суперрезультат не видела. То есть, она статью написала, а сама не знает ничего. Считала, что зимой цвету дают плоды. Но их мало. И само дерево рано или поздно пропадает. Но удержаться не могла. А знаете, что там дальше было? Вот. Короче говоря, были фотографии, взятые из интернета. Но зато... Но зато... Но зато... Статья есть. Лайки ставьте и так далее. Вот это я просто честно показал. Как им можно доверять. В Сибири через... Вот. Рабрикоса мальчика, не знаю. Вот это мои девушки. Это, значит, Медликова Юля. Она собирает посылку с косточками. Это было недавно, уже в этом месяце. Вот. То есть, жизнь продолжается. Но одна посылка в неделю. Это, конечно, мало. А я все пугаю вас же, друзья. Что придет в осень, и цена подскосит до обычной. До двукратной. А вот сейчас желающих почему-то нет. Ну, как-то... Не знаю. Есть такое понятие обострения. Вот. Весной бывает обострение. В середине лета полная тишина. Вот. Почти полная. Вот. Ну, и время. А это Тимоша. Вот. Что мы делаем? Проветриваем. Почему так надо? Вот. Ну, и... Это все, что даже меньше уже академики, считайте, закончились. Вот. И вот это вот интересное письмо, оно как бы меня сближает вот с такими людьми. Скорее... Вот это часть письма. Скорее всего, именно эти листики и показывают. В моем опыте, двукратная неудача, прививка, неудача сортовых черепков дала в итоге манжурец со всеми признаки культурности. Поняли? Поняли? Лист гладкий, блестящий, темный, крупный, короткий между узами, а темная местами бордовая кора. До прививок был характерный дичок, зеленая кора, мелкие шершавые зубчатые листья. Надеюсь, что произошло инфицирование культурными генами. Ольга, дорогая, я бы вас расцеловал, но в данный момент не знаю, как до вас дотянуться. Ведь вот эта фраза-то вся, эта фраза, которую я ввел пока среди нас, вот таких вот, как у нас назвать, глазастых таких вот, начитанных уже, не-не, это самое. Вот, наука еще не знает слово инфицирование, ну, а вы уже знаете, вот. Ну, а насчет этого, вот эта фотография, это у меня искусственно выросла совершенно разная, это я академик стану, получили все разные, видите, культурные, полукультурные, но с каждым годом они как-то все культурнее становятся. Вот, это просто небольшая, как бы это сказать-то, иллюстрация вот к этому. Вот, теперь еще, я сейчас поблагодарю одну семью, вот видите, вот эта девочка, кажется, справа, вы уже ее знаете. Вот, почему, 16 лет влюбилась, ну, как обычно бывает, ну, фотография раньше была сделана, 16 лет влюбилась, вот, и беременела, тут же осталась одна, но это нормально, я еще помню, в самом начале я рассказывал про этих, про мальчиков, про этих самых, я их называю подгузниками, вот, как угодно я их могу назвать, но это мальчики, которые еще способны зачать ребенка, но воспитывать их уже нет. Это нормально, это, скорее всего, норма. Скажем, год у нас материя одиночек будет, с одной стороны, больше, а в процентном отношении все меньше, потому что начинать будет некому. Вот, и тогда случилось следующее, вот мои друзья, Иван и Вера Барышев, помните, я прошел, давайте соберем деньги на коляску хотя бы, вот. Валерий Константинович, мы абсолютно бескорыстно, Диане, отправили эту помощь, то есть я получил 2000, вот. Что я сделал, правильно я сказал, сейчас вы от меня получите костики, бескорыстно не надо, мы не бедные, вот. Тем более, что, тем более, что, ну, раз есть чем поделиться, вот. Теперь так, вот дальше пишет Вера Барышева. Это как маленький шагов, Царство Небесное, так как сделали мы от чистого сердца. А место и огонек есть, мы все никогда, наверное, не вдохновлялись каким-то делом, как с удовольствием пожелезновым. Это еще присказка. И мы с ним есть еще, да, заказать костик, но мы за ним заплатим. Вот. Есть идея, посадить сейчас костик, выросить на продажу. Вот это мне так понравилось, они присылают еще 2000, получается опять подарок, а я им 300 костик вышел, за все 4000. Вот это 4000 плюс мои деньги, вот, плюс еще там, это самое, где-то она еще раз добыла денег, и, короче, костику купились. Так что я хочу всех успокоить, костик есть. Теперь, о серьезных вещах. Хотим массой нести ваши знания, скажем, сельцам, для носителей людей, как нельзя делать, рассказать про ваш бесценный опыт, чтобы люди загорелись. Вот, чем вы меня подкупили. Люди загорели, чтобы захотели изменить свое отношение к деревьям, поняли ошибки, чтобы все были настоящие сады. Очень народе, люблю, болею за нее всей душой. А теперь, допустим, вот. Сейчас мы сделаем, так, опять помощь, ну ладно, это потом. Смотрите, вот эта семья Иван, вот. Вот, вот эта девочка, которой помогали, вот. Иван да Вера. И 6 родителей. Посмотрите на это, пожалуйста. Я, когда увидел фотографию, я еще пошутил. Вера, что я это назвал, я дочкой, понятно. Вот. И тогда она мне сказала, что у меня еще 6 моков проявилось. Спасибо. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я еще с счетом сбился. Ладно. И тогда, получается, я пошутил, такая шутка. Что-то вы подозрительно, даже, я бы сказал, неприлично молоды. Ну, вы поняли шутку, нет? Вот. И когда, по-каку, второй перевод я написал. Вы, друзья, представитель исчезающего племени, хомо сапиас благородный. А теперь я скажу, откуда взялась эта фраза. Вот. Когда-то мы собирали деньги, когда умирал наш друг. Ой, сколько их уже мы потеряли. Броски, Юрий Васильевич. Мы смогли собрать с Латинком для него досрочные операции. Кому он нужен был? Подумали, смотрели, что-то вот, ну и что. Вот. Для досрочной операции мы собрали больше 300 тысяч рублей. Вот тогда впервые я применял эту фразу, потому что был, видимо, дедушка, потому что он прислал 30 рублей. Вот. Но мне кажется, что для него 30 рублей, это что, для миллионера миллион рублей. Понимаете? 30. И самый крупный был перевод на 30 тысяч. Вот. То есть, видите, как нас объединило. И вот тогда я придумал эту фразу, а некоторые, в общем, кто-то молча высылал. Ну, просто высылал, я даже не знаю, кто. А тем, кого знал, кто, я вот эту фразу придумал. Исчезающий племени хомо сапиенс. А когда их получилось добрая сотня, ну, ёп, какой исчезающий? Поняли? И вот, что случилось сегодня. Понимаете, я... Не вы, как мы гордимся, там, знакомые, друзья, ученики. Нет, это я горжусь дружбой с вами. Сегодня у меня был такой случай. Вот. Вот эту вот фразу я последние несколько месяцев раза два произнес. Ну, кто-то помогал где-то кому-то. Кто-то там прислал деньги, там, на монтаж фирмов. Вот. Кто-то ещё чего-то. Ну, и так далее. Вот. А сегодня я... Меняли мне фильтр масла плановый ремонт. Вот. И мужчина, которого я первый раз видел, он всё очень аккуратно сделал. Он заработал на этой, на замене. И на замене ещё свечей. И там пришлось ему самому побегать. Магазин. То есть, всё, не мне, а он за меня бегал. И ничего он меня не просил. И когда он закончил, я, как обычно, я всегда так говорю, я ему даю 100 рублей, а он отказывается. А я говорю, вы что, у меня последние годы не один, все отказываются. То есть, это, не один не отказался. Всем даю деньги. Там помыли женщины машину мойки. Я смотрю, какая она вся запаренная. Даю 100 рублей или 200. Ну, и так далее. Он отказывается брать деньги. Я говорю, вот что с вами случилось? Почему? Он говорит, я представитель исчезающего племени Homo sapiens. Вы представляете? Вот. А я считал, что в Саваногорске вообще меня никто не слышит. Уже считал. Вот так вот. Растерялся, уехал, думаю, надо было ближе познакомиться. Раз нас так мало. Но я надеюсь, что он может тоже видеть это. Вот. Вот это вот. И даже сам факт, что вдруг кому-то ещё захочется быть представителем исчезающего племени. И тогда она перестанет исчезающим быть. Но от паперсников благородства не дождаться сложно. Поверьте. Вот. И сколько я совета даю. Мальчикам ходить без исподнего. Вот. Естественно, каждый день это самое. Гигиена, гигиена, гигиена. Спать без трусов. Ходить без трусов. Вот. Меня, извините, я аннотацию читаю. Вот. Вы согласились быть с моей дочкой, Вера? Так вот, слушайте. Значит. Я ходил много лет одного ребёнка. Второго, третьего, четвёртого. Я ходил, возил, ходил, возил, одевал, обувал, раздевал в садике. Так. Мне всегда вот это... И я ничего с этим не мог поделать. Ничего не мог поделать. Дело в том, что детей, мальчиков обязательно шорты и обязательно тросы под шортами. За что их калечат? Целый день они, это, любая жара. Вот сегодня, это, да, сегодня было 33, завтра обещают 35. Вот. И всё равно они пойдут в садик, если это... Ну, я не верю, что сейчас, может быть, не... Ну, кто-то и сейчас ходит. Вот. И всё равно, и даже уверен, что вы тоже верны, и вы, Иван, наверное, под шортами обязательно трусы. Спасайте детей. Я на вашем примере, потому что вы мои близкие друзья. Я смотрю на этих детей, я люблю всех детей на свете. Всех. Понимаете? Всех до единого. И особенно таких, как это самое. Я так хочу, чтобы они были честны. Чтобы мужчинами выросли. Не вырастут. Вы уже поняли, что такое физиология. Не первый раз общались. Вот теперь я всё сказал, высказал. Ой, давайте теперь так. Давайте теперь так. Так, час прошёл. Мне нужно кипяточку подлить. И сейчас я пока на кухню. Мне надо разобраться ещё с одним делом. Потому что меня попросили, используя машину, сделать одно дело. Ответ надо дать сейчас. Уже 9 часов. А я ещё, считайте, полтора часа. Я на кухне с этим разберусь. Задим, подогрею чай. Если надоел, ну уж, простите. Прощаюсь с вами. Нет. Значит, дальше, я надеюсь, будет ближе к посудоводству говорить. Брат меня убьёт. Хоть и близкий родной человек, но убьёт точно. Вот. Сколько говорю, в юнгасе только говорю о хорошем. Ну, не получается. Нет. Нет. Продолжение следует... 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 сельхоз вуз прекрасный там уже компьютер всех механик и так вот он значит в этом деле участвует до процента участвует если бы были бы спонсоры мы бы еще несколько книг издали и может быть море если бы какой-то баграт чтобы уже не я ведь это же не я делал это делал троценко он выжил все воды нет ни одного слова воды нет вообще воды нет вот это настоящее это энциклопедия и тогда и тогда получается что несмотря на то что у нас все меньше 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 информация то остается в интернете и надо ждать чудо я жду чудо а вдруг завтра кто-то похватится и скажет издай это все книги еще несколько книг отредактировать напечатать миллионным тиражом во все библиотеки бесплатно как угодно вот если уже люди чтобы покупали пусть кто-то зарабатывает государства но не так как у нас это самое нет не буду переходить на медицину и прочие лекарства и так на все меньше а я продолжаю с братом эту безнадежную работу почему безнадежная потому что возможно когда-то я заболчу и сегодня я сказал брату следующий вот это очень важный разговор прям посередине вебинара это очень важно разговор допустим вот это есть мой сайт смотрите чего я говорю значит к нему прямое отношение имеет мой брат тогда я сделал так всем понятно здесь гигантский материал гигантский материал вот здесь и все для издание новых книг но нам братом это делает поздно сергей железов вот эти железа валерий создатель уникального сада это мой клад мой личный клан время мы и моего брата клан и так вам железа сергей работает коровщиком вот как специалист он не нужен в стране и науки его сестра ой я заговорюсь его жена татьяна александровна невестка моя тоже работает питомники не разгибаясь вот брат железа значит не разгибается медями сидит за компьютером и монтирует и мои фильмы вот еще в клан ходит сын артем еще вот то есть вот они мои два сына по крови родные этот этот вот и еще есть духовная дочь совинич вот уникальный человек мы про нее уже не раз говорили она тоже входит мой клан ну и две племянницы но на то они и применятся одна занимается рассылкой другая занимается рассылкой или подготовкой и раз уж мой сайт я не стал стирать заболевали садов чашу его небеса его нет живых но раз уж тут его фотография была пусть остается телефон пусть остается почему телефон действующий его лак мастика спасет еще тысячи деревьев поэтому я решил что грех если я уберу долбатого который мне меня не связывает меня не связывает но только дружба вот его смерть не мешает наши дружбы вот это я хотел сказать и еще про брата пару слов буквально пару слов значит я опять приступы они все чаще то что вы видите это и целый день я лежал целый день чтобы поговорить с вами вот сейчас вот успокоился но когда-то я уже не смогу стать что я предлагаю делать у меня огромный материал многолетней давности я предлагаю брату вот продолжать как ни в чем не бывало то есть он берет самые десятилетние давности фильмы они были часовые двухчасовые трехчасовые и делит их каждый фильм на 5 на 10 кусков дает им новое название а так как ничего не устарело они будут также на моем канале вот этом вот вот это вот вот этом канале называется садоводство по железу вы видите что они каждый день появляются заметили каждый день вот и так продолжать до бесконечности почему это моя допустим я не собираюсь помирать не дождетесь но бывает всякое кирпич может упасть и это самое и сердце не выдержит пожалуйста обращаюсь брату как ни в чем не бывало вести сайт вот и вести вот этот самый самый главный канал садоводство по железу до нас мало 20 с небольшим тысяч это не три миллиона у поливкина которая учит вы не сажать деревья с особой звериной настойчивости учит у это у не сажать деревья 3 миллиона а у нас 20 вот так но я все сказал теперь мне легче будет дальше с вами работать полюбовались вот вы гений спасибо огромное жаль что садоводство поздно пришло в мою жизнь работа и работа все равно буду учиться не выбывайте что истинно тяжело внедряется в создание людей этого всех сферах людей головы пробиты матричным пониманием всех процессов медицине образование понимание природы духовность и взаимоотношениях христа вообще распяли он хотел только хорошего так что держимся ладно смотрим дальше но это допустим я получил вот когда вот это допустим получил вот это не унывайте истина тяжело внедряется почему не дать тяжело потому что глупости уже внедрены глупости вот это вот что переиндрается а обоих а а а а